ну вроде к нам присоединился артур привет еще раз так это человек который знает все про бразилию не только думал про бразилию и нам сможет много рассказать про бразилию нет сейчас не экспертное интервью здесь мы просто поговорим познакомимся но я к тому что просто тебе я предлагаю обращаться если нужны какие-то момент а вот мы с мужем по-моему год с тобой знакомы первый раз мы знакомимся как раз год назад окей давайте начинать давайте не будем ожидать остальных когда подключится тогда не подключится я кратко сделал такой интернет свой вот и я предлагаю каждому тоже сделать краткой интернета поговорим уже про конкретную тему я живу в бразилии флорианаполисе сейчас уже год я помогаю компаниям выходить на рынке разные агентство такое международное где мы занимаемся латинской америка всей индии и опаком регионом вот с некоторыми у нас пин тех продукты с некоторыми вообще совершенно разные тех маркетплейс там и так далее вот мы делаем исследование помогаем коннекшеном генерации продажи и финтех такая история которая началась они щенка он по идее должен быть в группе мы с ним общались он должен присоединиться как-нибудь вот запросам потому что у тех сейчас сейчас такая есть такая потребность это рассрочки вот поэтому я начал обвинять тех помогать находить какие-то контакты потому что прямо проблема я очень много сейчас поехала тех а у них нет у них проблемы реально с рассрочками не знаю платежи подключать и я здесь больше тоже про послушать я не совсем про финтех может быть мы найдем вместе как кому-то я могу помочь чтобы выйти таким образом вы поможете моим клиентам вот вкратце про меня давайте тогда передам слово вот красоту передам слово да я артур из бразилии так получилось что постоянно работаю с финтехом либо с и коммерсом что-нибудь всегда всегда как-то с этим связанным поэтому наверное здесь ну я работал в киеве я был эти директором киеве а у меня свой стартап есть и сейчас я больше связан ну стокенизации активов ближе там к 3 и так далее и ну я только знаю про бразильский рынок никогда так особо не понимаю как в россии это работает поэтому немного ограничены мои знания там только только местный рынок давайте дальше давай юрию передам слово да всем привет я юрий я собственно говоря еще не револоком в реке кренбурге финтехи совсем недавно можно сказать месяца три я присоединился в качестве партнера команде most company это такой платежный сервис мы делаем софт пассы и совмещенные с кассами для стран где есть фискальное законодательство и соответственно такую лайтовую кассу для микро мерчантов там не нужно принять бессильным без сильных затрат какой-либо электронный электронное средство расчета операционного пока в россии в общем наш основной конек это транспорт мы делаем синхронно специально то есть пока вы бы гря средства транспорта не в сети мы транзачим карты как только терминал и находит сеть а потом словом делаем списание вот применяется это в наземном транспорте их самолетовый час наши как бы там устройство летает в семейных компаниях россии вот пока ну такая нишевая история есть сейчас смотрим на то как приземлять российские деньги в различных юрисдикций через сбп и карты которые внутри российского периметра остались мы их тоже пытаемся вытащить за периметр но по сути дела это решает задачу только тех кто приезжает этом на первое время на месяц или просто с целью туризма ну вот в турции там вроде неплохой объем там где-то около пяти миллиардов в год российских денег пробегает вот и эта проблема после отключения мир возникла такая очень острая там эта тема полетела и свистит вот сейчас смотрим других юрисдикциях но и соответственно пытаемся вытащить из россии весь айпи и соответственно на российском рынке уже не видим никаких для себя перспектив для работы поэтому смотрим юрисдикцию в которой приземлить собственно говоря штаб-квартиру и страны на которых можно получать уже какие-то операционные не нет вот сам если говорить про мою карьеру я имею достаточно большой опыт в электронном документообороте работал соответственно возглавлял бизнес направлении в контуре это тоже петербургский разработчик еще при мне мы тогда заняли лидерские позиции в россии но к сожалению контур за периметр российской федерации не не ходит а была такая мысль вот как то так могу помочь соответственно вот и по той и по другой кино я и спасибо юра меня на одной шестой части суши зовут иван во всех остальных странах зовут джон уже последнее количество лет еще до всяких событий я финтех экзекутив создаю проекты с нуля свои проекты консультирую фонды помогаю другим бизнесом устаканиваться финтехи мой текущий кейс это несколько интересных штуковин я разработал новый класс актива в юкей заземлил компанию создал два года назад и получил термшит на 500 миллионов фунтов в виде кредитной линии от австрийского банка за полтора года как мне говорят фонды это такой интересный рекорд но пришел февраль пришлось поставить все это дело на паузу из-за российского гражданства сейчас я занимаюсь финтехом в гонконге физически пока нахожусь временно в москве туда-сюда изучая web 3 есть тоже интересные кейсы миссия для нон-кастодиальных валютов кредитование и все что касается любых продуктов долгового финансирования здесь есть большая экспертиза хорошие контакты с самыми крупнейшими фондами венчу арм хеджами по всем супер спасибо джон давайте дальше передаем слово ольге ольга привет да всем привет я в общем то как некоторые да как оказалось я нахожусь в россии с 21 числа буду в мексике если кто-то будет в мексико в целиком встречаться в общем наверное не такая пока что сказать интересная история как у многих коллег вот я присоединилась чуть меньше двух лет назад к тинькофф банку задача тинькофф банка была построить несколько параллельных международных бизнесов в разных так сказать регионах в азии и латинской америки я отвечала за payment бизнес да то есть и наша цель это латинская америка мы начали с мексики у нас был полностью готов сетап юридического лица собраны команды и разработана продукта к марту 2022 года да то есть но соответственно опять же наверное как и многим февраль внес свои определенные корректировки ну и поскольку мы не частная компания мы не можем быть такими супер гибкими наверное для того чтобы очень быстро и избавиться от российских корней и вот это вот все так сказать замести следы да то конечно у нас сейчас есть определенный уровень сложности с которыми мы сталки сталкиваемся практически манфри бейс решаем заново пересобираем многие вещи сталкиваемся снова но тем не менее мы в сентябре как бы осменив огромное количество по кругу несколько раз вендоров партнеров и так далее мы сделали реальный launch у нас начали подключаться мерчанты пошли боевые транзакции и вот ну и конечно наш главный челлендж это все-таки уход от наших российских корней вот переформатирование юридического стап компании ну вот собственно чем мы сейчас активно и работаем да то есть но тем не менее несмотря на уровень знаний которые у нас есть там по рынку он не так я не сказал бы что какой-то колоссальный вот поэтому мне дико интересно опыт и вообще в принципе ребят по латинской америке в целом да потому что мексика только первая страна не последняя однозначно интересен опыт по мексике вот до этого я работала 6 лет в компании которая принадлежит компании на спорс это компании по ию вот очень много работы с латинской америкой как бы знаю но вот такого прям на земле что называется опыта не было поэтому реально буду очень сильно благодарна все что знаю сама тоже готова рассказывать об особенностях менталитете людей да там как люди бизнес как сотрудники нюансы какие с командой так далее ну и соответственно в обратную сторону тоже будет очень круто спасибо спасибо большое у нас есть как раз и контакты и как раз требования сейчас наших конкретных клиентов по мексике поэтому буду рад потом пообщаться да супер отлично марита да там слово да привет прошу прости не что я без камеры немножко болею в общем меня зовут мария скурова я можно сказать уже серийный предприниматель ранее занималась и комом россии потом у меня была история с маркетингом связаны и сейчас я делаю международный маркетинг по всему миру который называется под брендом dream соответственно в dream и у нас задача такая мы привлекаем пользователей по всему миру и заставляем их работать на какие-то крупные компании вот здесь предыдущий спикер рассказал про в общем-то тиньков мне даже интересно под каким брендом это будет вотами вот но у нас есть скажем так необходимость решать наши местные внутрикомпанейские проблемы связанные с платежами и поэтому я в общем-то активно смотрю историю чтобы сделать внутренний проект сейчас у нас где-то около трехсот тысяч пользователей ну то есть начинать мы будем не с нуля уже какая-то база есть есть задумка сделать и платежный инструмент и есть задумка сделать какой-то а-ля buy now pay later и историю с в общем-то с заработком в том числе факторинговым для блогеров в общем не буду вдаваться в подробности в общем я активно смотрю на финтех и смотрю может быть с кем-то делать в том числе партнерские проекты топну можно мне написать буду буду полезен и по платежной части и по долговой в том числе для блогеров есть хорошо бейкер-зебра в телеге я вы сейчас телефон на мне сложно будет найти окей александр привет расскажешь про себя всем привет меня зовут саша фанасов юра привет рад тебя видеть ольга тоже наслышан сейчас расскажу предыстория да ну собственно я представляю компанию drive мы второй глобальный райт хеллинг бизнес в мире после убера вот основной бизнес у нас лотами мексика колумбия перу бразилия вот у нас 150 миллионов установок уже вот как сказать по установкам и 2 посту дура как я говорил ранее поэтому потом крайне интересен для нас а почему финтек вот пару слов обо мне 17 лет я финансовых технологиях работал от бэк-офиса до дженерал менеджера занимал разные позиции в компаниях барклэйс в киеве директором платежки в укеа и вот сейчас я отвечаю за финансовые сервисы мандрайв до этого кстати отвечал за финансовые сервисы вами то вот финтек это наш новый вертикаль вот которая должна в горизонте генерировать значимую выручку то есть это как сказать мы собираемся делать приложение daily banking для наших водителей в первую очередь во вторую очередь для пассажиров и далее когда мы успешны у водителей пассажиров мы уже выходим на масс-маркет наша основная миссия компании это бороться с несправедливостью combat injustice несправедливость финтехи это высокие спрятанные комиссии это сложность получения каких-то инструментов и сложность пользования вот по как сказать по контексту вот ольга рад вас здесь видеть миша федосеев из мастеркарда реферал но я так до вас и не дошел вот как сказать с вашими коллегами саши бро в частности общаюсь регулярно часть кредитования вот знаю что еще в филиппинах там какой-то тоже есть стартап однажды наверное до них дойду вот ну вот в двух словах до нас и реку что мы как по тебе знакомое свое время инвестировали в его компанию был маленький проект к сожалению как бы там законсервированный сейчас классно здорово что собрались здорово что получилось окей спасибо олег давайте бетонского придам олег слышно давай тогда даниил передам слово привет мы с тобой вроде вчера знаком знакомились да привет мы с тобой действительно вчера познакомились я не работаю на данный момент пойти но нахожусь тоже в парионополисе бразилии я активно очень португальский язык и познакомился здесь топами компании сапсап которая занимается кей войси и хотел бы помочь привлечь клиентов здесь латинской америки для того чтобы попасть в их сейлс команду в этом регионе ну вот поэтому если вдруг кому-то нужен кей войси я могу помочь с ними договориться а так я больше послушаю спасибо большое за возможность спасибо так олег ты на связи всем привет всем привет да 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 я здесь буквально просто за рулем остановился приятно познакомиться я буквально залетел на встречу меня зовут олег я уже 12 лет живу в бразилии текущий момент я операционный директор тех стартапа mentorama группу skillbox у меня довольно таки большого предпринимательской деятельности в бразилии большую часть в оффлайне поэтому с финансовой частью с финтехом я тоже довольно таки хорошо знаком в части эквайринга и так далее да то есть поэтому с точки зрения предпринимательства бизнеса построения процессов добро пожаловать буду полезен если кому-то советам по бразилии поэтому супер-супер олег спасибо отлично с уже 9 человек здесь я предлагаю тогда может быть кто у кого есть конкретно какой-то запрос который стоит обсудить можем как раз поднять его даже может быть то же самое что они щенка говорил по поводу рассрочки потому что это у меня глобальная проблема у меня вот не около пяти шести онлайн-школ которые ищут платежную систему еще те кто могут могут предоставить как раз эти рассрочки и это такая глобальная проблема для них можете у вас есть боли которые стоит тоже обсудить можно обсудить ну с этой проблемой я знаком есть решение том числе и мы тоже работаем поэтому можно об этом поговорить отдельно большая очень тема связки поэтому принципе готов встретиться отдельно поговорить кому интересно брейнштормить на эту тему спасибо ребят я не специалист попала по бразилии у меня просто есть сразу такой проф деформация мне интересно в принципе понять какие ставки есть и педи по портфелю пробили тебя в дефолт на физиков в этой категории то в курсе давайте я скажу тоже свой запрос мы компании как бы сложившиеся вот мы будем запускать различные активности связанные с дебетовым кредитными продуктами вот и после этого битубе вот я скорее тут рассматриваю там как какой-то потенциальный инвестор который может зайти в компанию как стратег чтобы потом уже свои основные активности подкреплять вот эти темы не знаю и процессами и людьми и технологиями которые есть поэтому там сказать интересно любые истории связанные с этим кредитование до кредитование у нас основные рынки будут мексика колумбия бразилия вторичность вторично то есть поставка успеем успешно будем там вот то есть это кредитование и прям платежей в том числе вот на горизонте года как это какой-то такой запрос то есть любые какие-то бэк-офисные там либо фронт офисные фронтовые истории продуктовые которые помогут в реализации нашей стратегии можно прокомментирую быстро по поводу кредитования это техов могу сказать что есть несколько решений так например а самое такое простое это сейчас не знаю знаете не банк на них есть больше там не знаю 60 миллионов пользователей они запустили свою платежную опцию под названием new pay если а теоретически если а вот в этот в эту воронку продаж и тех а также включить какой-то метод new pay они могут взять займы у самого банка через ну через эту платформу поскольку у них есть полностью кей вайси так далее и оплата тоже интегрируемая сам ну и коммерс это такое быстрое решение если же и всякие да там участники проби разные компании которые специализируются на на кредитах у них проходимость она не очень большая поэтому приходит лучше все таки конечно взять и сам 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 кому-то выдавать кредит но я понимаю что это не главная деятельность финтехов но зато в бразилии очень много возможности понять самого клиента то есть участок зашел open finance то есть можно кроме обыкновенных там историки войси можно также получить всю историю всех там выписку из банка клиента за последние два года и анализировать батартура извиняюсь перебью сразу это как пизд 2 в европе да open finance да какие какие страны какие страны уже интегрированы и примерно какое количество банков в процентах от существующих только только вразилии да то есть там есть классификация банков s1 s2 s3 по моему такая была s1 они нету выбора концентрация банка в ритейл банка в бразилии намного больше чем в россии ты понимаешь главных 5 там брадеску сантандер банку до бразил кайша экономика федералы тау и им обязательно надо интегрироваться туда есть там второго уровня там всякие рмс онлайн бтж пактуал они они тоже там они все равно интегрировались и если не тех которые могут интегрироваться могут нет там тоже зависимо от стратегии по поводу кредитов и то же самое что там александр говорю по поводу как я буду выдавать кредиты здесь не просто не можешь если просто обыкновенная компания ты можешь выдавать кредит она не может практиковать эту деятельность кредит всегда бразилии могут выдавать только банки вот и недавно появилась новая лицензия которой ты можешь выдавать кредит но это только из своего капитала то есть есть такое понятие как direct credit society то есть чтобы не ставить в риск чтобы это не превратило в системный риск для всей системы ты можешь выдавать только ну свой личный капитал но самые такие линд структура для тех компаний которые ну выдают кредит это допустим я сделал компанию со всей дайджи краешту дирету номинальный капитал один миллион реалов и за и концу каждого дня я не знаю концу какой-то с какой-то периодичностью я продаю все receivables которые я выдал какому-то фонду да то есть который может у меня их выкупить то есть если я это мой фонд да или у меня какой-то партнер который является фонд про структуру фонда отдельно можно поговорить ты можешь больше своего капитала выдавать кредит сейчас например вот goldman сакс сделал такой фонд специально для компании в размере полтора миллиарда артур интересная модель спасибо я тоже дополню опять же апеллируя к своему британскому опыту я разработал с командой модель при которой мы не являемся балансшит холдером то есть мы не несём риск на себе при этом торгуем выдаем деньги от разных институций то есть мы являемся таким прокси слэш трейдинг-энджин который анализирует риск в как пью софт в стак и скоре трейтит и продает банком по модели аукциона конкретное портфель и конкретная компания и делали это для река гривенью и собственно говоря мы я думаю что такая модель может работать в принципе везде по шарику у нас запросы там с эмиратов с индии я думаю что бразиль не исключение бразил бразили да посмотри модель компании о пенка если ждем меня то у меня вопросов нет там физик может выдавать другому физику а напрямик на есть специальные видите который создался одновременно все списе это соседа диди кредит интерпесос credit society between between people надо просто структуру я этим не занимался но да есть у нее тоже есть какие-то ограничения то есть это не полноценный банк но кстати по поводу драйвера и если ты выдал создал такую структуру то одновременно можешь делать и же карт и иметь электронный кошелек то есть это все в одном флаконе если ты создаешь такую компанию вот очень полезно и просто идет некая мимитрия копирование европейской европейского такой вопрос коренник тебе и серии next steps по части вот там да я думаю что должен появиться некий общий оператор в лотами через их след который будет позволять одной компании находясь скажем в бразилии работать с банками через оп в других регионах то есть некий один такой провайдер хаб и 5 запросов если такого еще нет то вот кому идти до стартапа категорически стоит в сторону смотреть есть инициативы в этом в этом плане потому что еще пока ничего нет единого вот компания помело а они успели создать разные идти в разных странах и делать получить лицензии ну вот именно cross border чтобы все работа как одна экосистема пока нет все все сложно вот вот любая компания приходящая вот там да начиная с урла у скажем с одного региона да и ванта это что другое и в каждом регионе заново интегрироваться конечно пипец и был бы один игрок который как раз решал бы эту функцию вот вам потенциально ярдная компания ольга я думаю так вам когда будет свободная минута можно заняться да да можно и на самом деле такая очень похожая модель она относительно естественно пейментов с точки зрения платежных методов и прочего она была решена пую вот и это как бы один из таких подходов которые мы использовали при формировании нового соста как бы здесь тиньков вот то есть ну да в целом это абсолютно правильная идея она не только там к лотаму она вообще и кроссоволт в принципе работает да но кроссоволт в европе в штатах есть конкурирующие уже сущности которые в это в этой стороне начинают отъедать у себя рынок а вот в лотами если такого нет то потенциально интересная штука я сталкиваюсь в азии и в азии там совсем все другое то есть прям если в лотаме живут пингвины то в азии медведи то есть все прям очень разное полярно так нам присоединились еще два человека может представим может тоже немножко расскажет про себя максим слышно майгуру я помню тебя но я не помню твое имя сейчас на к сожалению извини да максим мой партнер если что там я частично уже сказал но макс конечно добавит потому что это бизнес стартовал он наверное вопросы свои тоже задаст они у него точно есть можно я пока послушаю потом если что подключусь я сегодня прям что-то очень тяжелое хорошо а конечно сейчас кофем раскачаюсь так хорошо какие еще есть запросы финтех сферы в латинской америки да всем всем добрый добрый день добрый вечер доброе утро у нас такой запрос мы на самом деле какое-то уже время ищем бизнес-идеи сфере крипты а на разных рынках пока ничего не нашли вот если такой запрос а какая есть проблема подтверждена у клиентов на чем можно построить я пришел конкретно с таким запросом преимущественно сфере крипты а расскажи про себя то есть я знаю у вас финтех продукт вы сейчас фри закручили расскажи немножко ну да смотри мы получается где-то год назад начали искать идеи нашли идею копитрейдинг в крипте начали эту идею реализовывать на штаты в итоге там получилось интегрироваться с бинансом сделали там бэк на бинансе запустили получили первых клиентов но потом пришли к выводу что эта история не летит она не дает базу ценность клиентам и закрыли и наверно месяца три-четыре сейчас тестируем различные гипотезы общаемся с целевой аудитории но пока какую-то верифицированную проблему не нашли собственно у нас есть там команда которая на фултайме там пять человек прямо сейчас роют рынок перебирают идеи тестируют гипотезы вот и собственно с этой проблемой пришел с этим запасом ну я могу накинуть идею вот у меня собственно говоря коллеги постоянно спрашивают как можно несколько миллиардов рублей в неделю из россии вытащить ну то есть сейчас тот кто соответственно покинул у меня юра извини перебью у меня есть решение нашу вариант сам пользуюсь давай в общем можно списаться отдельно в общем есть люди которые продают бетон в россии это достаточно приличная сумма там в москве там чеки там 20-30 по регионам 7-10 и соответственно кто-то соответственно это покупает бетон в локации в которой приземлился кто-то просто деньги уводит из страны и с этим очень большая проблема сейчас ну да это проблема лезет со всех дырок честно говоря но честно не хотелось бы иметь дело именно с санкционной тематикой с россией потому что ну это же не капитализируемая история не печешь инвестиции получи капитализации там серьезные фонды не пойдут ну то есть это там да деньги можно зарабатывать транзакционный доход когда у тебя там миллиард в неделю проходит ребят это юр 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 это просто действительно разные истории категорически да здесь тут один запрос а мы с тобой говорим про реальный кэш там где можно зарабатывать и потом анонсировать такие проекты что делает юрий да то есть запрос другой белый чистый бизнес который венчурно пригодный чтобы венчур туда входил и стратегию стратегу можно было продать но это другая я тут конкретно про деньги в моменте завтра послезавтра через неделю ну это это проблема да она со всех щелей лезет ее невозможно было не заметить вот но мы сознательно отодвинулись вообще от этих санкционных историй давай я подсвечу какую-то проблему которая есть которую я рассматривал с точки зрения решения крипты у меня есть как бы payment collection локальный да вот в рамках фиата я сейчас что делал у меня есть провайдер там делоков например в мексике собирают деньги дали он конвертирует деньги далее он свифтом приводит на bank of cypress на киперской эндити вот есть страны например колумбия да давай шаг назад вот этот валючин он состоит из нескольких этапов то есть первое payment collection там некоторые методы оплаты вот бразилии там пикс кредитные карты балета вот есть счет какой то есть fx то есть там приняли мексиканская песо сделали fx в доллары есть на эти стадии это перевод на киперской антити вот есть страны где мне трудно сейчас управлять вот этим в величейном то есть условно счет в колумбийских песо я не могу сейчас найти счет мексиканских песо там это стоковая история вот колумбийский песо например мне сложно найти и соответственно вот я рассматривал идею когда можно конвертировать локальный колумбийский песо какой-то там стейблкойн перевести его на кипрскую компанию там откупите вывести уже либо евро либо доллары при этом мой запрос он крайне скажем то есть это должна быть легально бегально абсолютно история там во всех юрисдикциях европе понятное дело есть база нормативная под это но вот относительно латама я не ориентирую здесь а подскажи а я может быть пропустил свист почему не подходит почему ты не можешь и из-за точки а в кипр я не нашел сейчас банки которые готовы открыть счета под иностранные антити в колумбийских песо это условно там есть перу есть там никарагуа есть другие страны то есть это такая достаточно системная работа александр есть такое решение я не знаю сейчас работаем в лопаме или нет повторюсь не специалист по этому региону но шокол точка ком как круг точка ком они позволяют как раз используя крипто рейлз транзачить в разные страны то есть у них покупаешь по сути и их токен например со штатами это работает то есть там можно транзачить доллар через table куда угодно они сами конверте заземляют в разных гео по шарику окей все по точку ком а вот там я думал еще раз все как рук как banking circle только circle потому что бенкинг-серкл слишком compliance driven компания и вот и как раз крипто рейлз у меня была такая ну как раз по штатам делать грубо говоря с этого момента по компенсации сейч транзакции она стоит дисперсию до цента цента цент американские дебютуется расчетный счет конвертируется в стейбл стейбл в индию собственно говоря косты минимальная и давай такой продукт по подписке практически как софты за сервис этим за наводку обязательно посмотрю очень интересно на всегда волком таки у нас еще есть тема для ребят а вот кто в латами работает что то знаете что там за рынок крипты имею ввиду насколько активно люди пользуются крипто и в качестве там там может быть переводов каких-то внутри латама а что вы знаете об этом насколько популярна то что она популярна там мы понимаем но скорее всего как эмиссионный ресурс а вот именно как там римитанс популярные непопулярные какие-то проблемы я расскажу я себя по моему сводил садилом не знаю получилось ли у вас созваниваться который фио ты с ним общался правильно слушай ну если ты мне давал контакт точно общаться у меня просто столько людей я уже хорошо мы мы помогали делать комьюнити здесь флорианаполисе собственно фио протокол они достаточно большие крупные там они работают тоже с разными кошельками они типа делают массу типа пайпел пайпел только в крипте вот они инвестируют достаточно много денег в создание комьюнити мы здесь развиваем вот таким образом что находим партнеров типа баров вот я например бруфус нахожусь вот мы он наш партнер все здесь можно прийти оплатить полностью все крипто и тебе ничего не нужно делать вот но это достаточно долгий процесс потому что местные не особо доверяют и чаще всего у них только что здесь владельцы они все достаточно пожилые скажем так вот поэтому этот процесс достаточно сложный с другой стороны экспаты которые сюда приезжают мады так далее их чуть проще вот их чуть проще раскачивать но скажем так сюда не так много приезжает если мы смотрим сравним там стоимость уже мексикой или колумбии то там просто намного больше аудитория вот те кто пользуется но в целом это идет постепенно растет поэтому они вкладывают достаточно денег по 5-6 тысяч долларов они вкладывают каждый месяц на просто поддержку комьюнити собственно вот мы его развиваем но это не знаю насколько это можно интерпретировать на всю страну на всю бразилию у нас пока только фокус ларионаприс я могу добавить что тут такой момент что в бразилии ну как центробанк говорит но я согласен с ним у нас есть вот этот синтетический central bank digital currency это совокупность электронных кошельков до пикса и вот всех этих переводов да то есть проблема с оплатой моментальный за 6 секунд потому что центробанк смотрит если ты больше 6 секунд там провайдер сделал он будет на тебя какие-то санкции там замечание вот то есть бразильцы больше видят реал как и ну крипту как инвестиции да то есть именно вот чтобы быстро оплатить и так далее это пользуется уже пикс уже это решил вот сейчас очень много сторону токенизации да пытаются токенизировать активы всячески есть всякие эксперименты например такие сумасшедшие типа а токенизировать молодую футбольную команду да и когда они там вырастут станет там не знаю хорошими игроками и купят там манчестер линайта да ты получишь там обратно свои инвестиции то есть я понимаю о чем ты да я понимаю о чем ты говоришь ага типа команда вышла на и пио покупаешь ну типа того это это токенизированные бонды можно так сказать да там ценные бумаги да ну вот понятно ладно спасибо за идею парня спасибо у нас постепенно отваливаются люди постепенно я предлагаю может быть либо мы завершаем на данный момент такую у нас network встречу первую у нас там еще 40 человек по мне 28 человек у нас в группе поэтому мы еще точно проведем подобную вот если еще какие то есть вопросы давайте поговорим еще либо можем завершать познакомившись классно ребят но если никого не буду раздражать пока народ думает вопросе я просто подключился на этапе на этом можно построить миллиардную компанию извиняюсь повторимся а что за идея что там за хаб с api и какая проблема либо если запись я в записи послушаю запись я сделал поэтому всем тогда тогда не буду переспрашивать спасибо окей хорошо ну тогда не знаю есть пока вопросов нет я предлагаю туда не тратить друг друга время соберемся новой компании проговорим вроде уже познакомились уже есть какая какие-то точки соприкосновения я думаю да можно запросы в чат накидать по если соберется повестка будет уже более конкретное обсуждение ребят да лучше google таблицу запинить запросы то что делает интро что можно да я признаюсь интро про динамил не написал в чате есть артейбл в который я начал заполнять в самом начале просто потом люди перестали заполнять перестали что-либо писать да вот и вообще мне писать что-либо это мотивирую либо песнями либо тезером окей хорошо танцами ну здесь мотивация ваша по идее вы же выходите на рынок то есть моя задача помочь выйти на рынок если кто-то не хочет выходить окей у меня клет достаточно чтобы другим помочь поэтому здесь вопрос только в том что если у вас есть мотивация и желание работать на латинской америке вот есть здесь классные ребята есть в чате да то есть здесь у нас собрались классные ребята которые точно могут подсказать очень многое и решить очень много проблем вам не нужно будет сталкиваться самим с самого начала поэтому здесь такая история но я предлагаю туда заканчивать всем спасибо хорошего вечера до приятно познакомиться кому что интересно welcome dm с радостью познакомлюсь счастливо